Когда часто говорят о герпетической инфекции, то, конечно, подразумевают или заболевание, которое называется лобиальный или назальный герпес, когда высыпание у человека в области губ или крыльев носа, и генитальный герпес, когда соответствующие высыпания в гургенитальной области возникают. Поэтому эта герпетическая инфекция действительно нередко протекает волнообразно, волны или рецидивы связаны нередко со сменой климата, с перелетами, со стрессами, с перенесенными заболеваниями, которые провоцируют так называемые рецидивы, повторные высыпания. Вместе с тем, действительно, у части людей, особенно у женщин, у девушек и женщин, имеет место очень часто рецидивирующая герпетическая инфекция, прежде всего генитальный герпес. Очень часто. То есть практически рецидивы бывают раз в месяц или даже чаще. И, конечно, вот такая герпетическая инфекция вызывает не просто какие-то неприятные ощущения, вызывает болевые ощущения, самые разные, но и приводит к тому, что к выраженному общему дискомфорту, к чувству раздражительности, слабости. И, кроме того, конечно, это влияет на качество жизни, снижая его. Человек становится раздражительный, человек становится неуверен в себе. Нередко человек как-то замыкается, так можно сказать, комплексует по этому поводу. Безусловно, это приводит к нарушению сексуальной жизни. Поэтому, безусловно, не надо терпеть, не надо пользоваться какими-то странными рекомендациями. Нужно спокойно обратиться к врачу-инфекционисту, в частности, к нашу клинику, которая занимается этой проблемой. И спокойно все разложить по полочкам и начать необходимое лечение по тем алгоритмам, которые изложены в зарубежных, европейских рекомендациях, рекомендациях ВОЗ и в отечественных рекомендациях. Здесь при лечении любого заболевания, в том числе инфекционного, в том числе то, что касается генитального герпеса, не должно быть каких-то изысков, какой-то самодеятельности, как в обследовании, так и в лечении. Нередко, когда люди обращаются в те или иные организации, в том числе в Москве, им назначают какое-то колоссальное количество обследований. В частности, не только на антитела к вирусу герпеса второго типа, обследование, на которое и на антитела имеет смысл только для диагностики первичной инфекции. Когда у человека возникают те или иные усыпания, мы знаем, что антител класса IgG не было. Если в этот момент появляются антитела класса M, а затем IgG, так называемая сероконверсия, то это доказывает, что человек переносит первичный генитальный герпес или первичную инфекцию герпедическую. В дальнейшем повторять исследование крови на антитела к вирусу герпеса первого-второго типа класса IgG или на антитела класса IgM не имеет никакого смысла. Нет никакой зависимости между количеством антител класса IgG, например, и активностью инфекции. Нельзя, как многие доктора считают и говорят людям, которые к ним обратились, ой, у вас высокое количество антител, это плохо. Это говорит о том, что у вас активная инфекция. Скорее наоборот, чем выше количество антител, тем больше защита у этого человека. Безусловно, мы можем обращать внимание, если какое-то запредельное количество IgG в крови, то, возможно, это была недавняя инфекция. Но, в принципе, бесконечно повторять анализы на антитела класса IgG не имеет никакого смысла. А во многих центрах мы видим, что эти исследования делают много раз при каждом обращении. Это первое. Второй момент. Сейчас очень популярны молекулярные методиагностики. Выявление ДНК вируса простого герпеса, ДНК цитомигаловируса, вируса Эпштейн-Бара в той или иной биологической жидкости. Но врач должен понимать и должен знать, что обнаружение ДНК тех или иных вирусов в той или иной биологической жидкости, в слюне, в моче, в крови, в биоптатах тех или иных органов, имеет совершенно разное клиническое значение. Нередко врачи, которые, многих центров, которые ведут больных с вирусными инфекциями, с герпесвирусными инфекциями, с цитомигаловирусным, с Эпштейн-Барк, не совсем представляют себе клиническое значение того, что они назначают. Например, нередко в одной из такой известной организаций часто проводят исследования слюны на ДНК вирусов простого герпеса или ЦМВ или вирусов Эпштейн-Барк. Никакого клинического значения этот результат не имеет. Ну, кроме того, что мы можем доказать, что этот вирус присутствует в организме. Но для диагностики активной инфекции, для подтверждения клинических проявлений, что это связано именно с этим вирусом, анализ слюни не имеет значения. Почему? Потому что у совершенно здоровых людей 15, 25, 30% и более эти вирусы присутствуют в слюне. Поэтому это не означает ни активность инфекции, ни то, что клинические проявления связаны с этим. Первое. Второй пример. Назначение анализа крови на наличие ДНК вируса простого герпеса в первом-втором типе. Это тоже не имеет клиническое значение, но уже по другой причине, что на самом деле вирус в крови, вирус простого герпеса находится, ну, четыре, несколько часов всего от момента дезиномения заболевания. Поэтому в 99% случаев у человека с генитальным герпесом или с лобиальным герпесом никогда мы не найдем ДНК вируса простого герпеса в крови. Поэтому назначение исследований на наличие ДНК в слюне или в крови по разным причинам не имеет клинического значения. Бесконечно эти анализы назначаются. В отношении генитального герпеса, если не классические клинические проявления, имеет значение наличие ДНК вируса простого герпеса в соскобе с цивиликального канала у женщин, где подтвердили соскобе из места поражения. Только это. Понимаете? По-другому будем разговаривать, например, в Экштейн-Бар инфекции. Там, например, наличие, на анализ крови, на наличие ДНК Экштейн-Бар не имеет просто качественное обнажение, не имеет клинического значения, потому что у совершенно здоровых доноров от 30 до 70 процентов ДНК может присутствовать в крови. Поэтому качественное обнаружение ДНК вируса Экштейн-Бар в клетках крови тоже не имеет диагностического значения, потому что и у здоровых людей нужно присутствовать. Только количественное определение. Так что, прежде чем говорить о лечении, ну, в частности, генитального герпеса, мы должны говорить о том, что в большинстве случаев, если это типичные клинические проявления, если мы понимаем, что это рецидив генитального герпеса, вообще никакие лабораторные исследования не нужны. Можно сразу приступать к лечению. Если мы не уверены, что данные изменения обусловлены герпетической инфекцией, тогда мы берем сосков из мест поражения, желательно, когда это еще пузырьки, и по обнаружению ДНК вируса доказываем. В большинстве случаев можно сразу приступать к лечению. Теперь о лечении. Действительно, к сожалению, очень характерной чертой отечественного здравоохранения является широкое применение так называемых препаратов индукторах интерферона или иммуномодуляторов при вирусных инфекциях, в том числе при герпетических инфекциях, в том числе у беременных, когда есть активность инфекции, и в другой категории пациентов. Я хотел бы подчеркнуть, что ни в одной рекомендации европейской, международной рекомендации, рекомендациях ВОЗа нет данных препаратов в помине. Никаких виферонов, никаких других препаратов, иммуномодуляторов нет. Почему? Не потому, что кому-то они нравятся, а кому-то не нравятся. Препарат считается эффективным, если его эффективность и безопасность доказаны согласно правилам доказательной медицины, так называемой GCP. Когда мы проводим двойные слепые, программизированные, контролируемые исследования и показываем, что действительно мы делим пациентов, которые участвуют в исследовании, на две совершенно одинаковые группы, реанимизируем их. И одна группа получает препарат, другая группа получает плацебо. Плацебо полностью похож, абсолютно такой же, как препарат, по размерам таблетки, по цвету, по вкусовым ощущениям. Какой из пациентов получает препарат, а какой плацебо, не знает не только пациент, но и даже врач, который назначает данные, который проводит данные исследования. То есть рандомизированное, двойное слепое исследование. Мультицентровое. То есть желательно, чтобы это не в одной клинике проводилось, а в нескольких центрах, в нескольких странах одновременно. И вот тогда, если вот эти исследования показывают, что действительно препарат значительно эффективнее, чем плацебо, меньше рецидивов, быстрее рецидивы исчезают и так далее, тогда мы говорим, что препарат эффективен. Индукторы энтерферона, иммуномодуляторы не прошли, ни один из этих препаратов не прошел вот такое положенное, полноценное исследование по эффективности и безопасности. На самом деле, подробно, механизм действия данных так называемых препаратов на иммунную систему неизвестен. Доза этих препаратов универсальная, ничем не обоснованная. Курс, длительность применения ничем абсолютно не доказанная. Поэтому мне представляется, я хотел бы подчеркнуть это, что еще раз, индукторы энтерферона, иммуномодуляторы неэффективны ни при одной инфекционном заболевании, ни при одной вирусной инфекции, и в том числе при гриппетических инфекциях. Их применение не целесообразно. А что целесообразно? А что мы можем применять? Препараты прямого противовирусного действия. Ацикловир, малоцикловир, фамоцикловир, фоскарнет, который неизвестен в нашей стране, и так далее. Если говорить о гриппетических инфекциях. Вот эти препараты прошли все необходимые исследования с точки зрения доказательной медицины. И дозы препаратов, длительность их применения обоснованы, вот еще раз говорю, результатами серьезных научных исследований. Поэтому, конечно, человек, который испытывает часто рецидивирующий лобиальный герпес или генитальный герпес, конечно, должен проходить противовирусную терапию с использованием препаратов прямого противовирусного действия. Кроме диагностики, кроме лечения, ведь очень важно говорить о профилактике. Вот, например, исследования на антитела класса ИГДЖИ, прежде всего, нам, у беременных, например, нам очень, нам важны для того, чтобы выявить человека, беременную, женщину, которая не имеет антитела класса ИГДЖИ. Например, вообще, к первому и по второму типу. Если у нее нет этих антител класса ИГДЖИ, значит, она ни разу не встречалась с вирусом простого герпеса, как первого, так и второго типа. И вот здесь, для того, чтобы у женщины во время беременности не случился первичный генитальный герпес, если он возникнет в третьем триместре, то это очень высокий риск заражения плода, интранатальная. Это одно из показаний к кесарево сечению, если генитальный герпес возник за месяц, за уж тем более за недель, за несколько недель, а уж тем более за несколько дней до родов. И вот для того, чтобы предотвратить этот малоприятный факт, мы должны говорить о профилактике. Ну, в частности, о том, что беременность, если говорить о беременном, должна избегать поцелуев бога со стороны супруга, если он убит от детей, своих детей старшего, ну, особенно младшего возраста, потому что мы уже говорили, что в слюне очень много разных вирусов, в том числе вирус простого герпеса. Конечно, надо пользоваться индивидуальной посудой, не знаю, не доедать за детьми и прочее, прочее, то есть предотвращать себя от заражения через попадание слюны другого человека вирусом простого герпеса. Говорить без всяких стеснений об оральном сексе, да, о том, что действительно через оральный секс женщина может заразиться вирусом простого герпеса первого типа и генитальный герпес может быть обусловлен уже не герпесом второго типа, а первого типа. Поэтому, конечно, во время беременности лучше избегать оральный секс. Во время беременности нужно использовать при половых контактах презервативы, да, врач должен четко и ясно не мямлить там, не просто что-то говорить, ну, вы ведите нормальный образ жизни, ну, вы там уж там будьте аккуратны, вот какие-то такие выражения. Женщина совершенно не понимает врача, потому что у каждого по-свой нормальный образ жизни и прочее, прочее. Так вот, сказать, что обязательно в презервативе. Почему? Потому что в сперме может быть и цитомигаловирус особенно, ну, и вирус простого герпеса, или просто на слизистых полового члена может быть, значит, возбудитель. Еще раз мы говорим, что может быть бессимптомное выделение, не всегда мы можем ориентироваться на наличие вот этих высыпаний. Нет высыпаний, вроде все в порядке. Нет, такое есть, заражение может быть и без высыпаний, поэтому половые контакты во время беременности, особенно у женщин, которые не имеют антитела, вирусу простого герпеса, цитомигаловируса, обязательно с использованием презерватива. Значит, нередко мы говорим, что, ой, у вас иммунодефицит, значит, есть риск возникновения технических инфекций. Это так и не так. Действительно, ну, если говорить о ВИЧ-инфекции или о пациентах, которые длительно принимают гормональную терапию или принимают так называемые иммуностатики, у них риск развития определенных инфекций выше. Ну, если по нашей тематике говорить, это прежде всего цитомигаловирусная инфекция, которая может вызывать и поражение органов зрения, кишечника, легких, нервной системы и так далее. А вот, например, вирус Эйфштейнбар, по нашим исследованиям, когда мы сравнили концентрацию вируса Эйфштейн, ДНК, вируса Эйфштейнбар в клетках крови, в спинномозговой жидкости, в лаважной жидкости и количество так называемых СИИ-4 лимфоцитов, то никакой зависимости между глубиной иммунодефицита и активностью вируса Эйфштейнбар инфекции не было. Что касается, например, инфекции, которые вызваны антиретровирусом простого герпеса первого-второго типа. Есть разные исследования. Некоторые исследования показывают, что, конечно, у людей с глубоким дефицитом частота рецидива генитального герпеса, глубина поражений, распространение этих поражений действительно выше. И, конечно, к сожалению, когда не было антиретровирусной терапии, мы наблюдали, я лично наблюдал 20 лет назад, 25 лет назад, почти 30 лет назад, мой опыт работы в области ВИЧ-инфекции очень большой. Значит, очень тяжелые, очень глубокие, с образованием свящей поражения в перианальной области и так далее. Но есть люди, живущие с ВИЧ, обращающиеся к нам на прием к сожалению, поздно, имеющие очень глубокий иммундефицит, никаких генитальных герпесов у них в помине нет. То есть, да, и наоборот, и наоборот, например, мы знаем, что женщины особенно имеют очень часто рецидивирующие генитального герпеса без тякового иммундефицита, без ВИЧ-инфекции и так далее. Причины рецидивирующего генитального герпеса не кроются в не кроются в каком-то иммунодефиците так называемом, да. Здесь связано с генетически обусловленной поломкой определенных механизмов защиты от герпетической инфекции. Мы часто наблюдаем генитальный герпес просто в поколениях. Бабушка, мать, дочь, например. Поэтому здесь иммундефицит не играет принципиальной роли. Еще один факт. Энцефорит, вызванный вирусом простого герпеса первого типа, вернее так, вирус простого герпеса первого типа является самым частым этиологическим фактором или самой частой причиной возникновения энцефоритов, поражения головного мозга у людей среднего возраста в умеренных странах, в странах с умеренным климатом. То есть, если я инфекционист, в стационаре встреча, ко мне поступает пациент с энцефоритом, не с менингитом, не с миелитом, а именно с энцефоритом, то есть, с грубыми нарушениями речи, движения и прочее, мы, конечно, исключаем инсульт, исключаем суммархидальное кровоизлияние, но если этого нет, а действительно есть энцефорит, то основная причина – это вирус простого герпеса. И таких пациентов, к сожалению, я наблюдал, и это очень тяжелое заболевание. Наступает, человек поражается, к сожалению, заражается ВИЧ. Он не обращается за медицинской помощью, он не получает терапию, у него наступает глубокий медефицит. Казалось бы, у этих пациентов энцефорит, связанный с герпесом, должен быть гораздо чаще, чем в обычной практике. Ничего подобного. Ничего подобного. Мы герпетический энцефорит, у больницы ВИЧ-инфекции, ну, наблюдаем, например, по данным второй инфекционной больницы, в одном проценте, у одного человека за год, у одного двух. То есть, на самом деле, это при ВИЧ-инфекции очень редкая причина поражения центральной системы. В отличие от цитомигаловирусной инфекции, который вызывает очень тяжелый энцефаломилиз, развитие деменции, или в отличие от оксотлазмоза, который 33% поражений головного мозга связанных с оксотлазмозом, а с герпесом 0,5-1% всего. Так что, видите, поэтому связь между вирусом простого герпеса и иммунодефицитом не так проста, как кажется. А уж тем более, если человек приходит в тот или иной центр, ему говорят с генитальным герпесом, давайте проведем обследование, не дешевое, надо сказать, на иммунный статус, то это не всегда обосновано. А в большинстве случаев это не обосновано, потому что никаких выраженных изменений в иммунном статусе вы не найдете. Более того, учитывая, так сказать, наш разговор, еще раз хочу подчеркнуть, даже если есть некоторые изменения в клеточном звене иммунитета, никакие иммуномодуляторы и другие препараты не могут повлиять на иммунный статус. То есть на самом деле на сегодняшний день препаратов, которые улучшают иммунный статус, не существует. Субтитры создавал DimaTorzok